Маменька мне говорила, Лёшенька, когда ж ты станешь серьезным? Всё ты шутишь. О, Боже мой! А я никак не могу обойтись. Без этого. Вот и сейчас. Представьте, такое у нас серьезное, большое собрание. Все, наверное, ждут очень серьезных, конечно, вещей. Я не сомневаюсь в этом. А я хочу рассказать сказку. Вот так. Причем сказку, которую не я сочинил, не подумайте. А сочинил ее маленький мальчик. Ему 4, а может быть, 4 года, а может быть, 5 лет. Вот так. Сказка очень простая, но, как и положено детям. Они сами просты, и сказки тоже простые. А сказка такого рода. В лесу росло дерево, большое, старое. И там было глубоко и тупло. В этом дупле жили пчелы. Они очень хорошо жили. Собирали мед. И были довольны жизнью. Но вот однажды вдруг прилетела соба. Она одних все съела. Уж как она, не знаю, не подавилась, не знаю. Но мальчик, он все же понимает. Одних она съела, других разогнала. И сама припеваючи, как она думала, будет жить теперь в этом великолепном гнезде. Но вдруг слышит стук. Где-то стук, причем очень подозрительный. Она выглядела оттуда, посмотрела направо, посмотрела налево. Никого нет. Спряталась. Опять стук. Опять выскочило. Уже еще больше. Где же? Кто же? Нет ли опасности? Никого нет. Сова и не знала, что, оказывается, стучит-то. Стучит. Это ее сердце. И говорит, зачем ты разогнала этих пчелок? Зачем ты их поела? Как нехорошо ты поступила! Правда, хороша сказка. Какая интересная. Вот дети. Сами святы и сказки святые сочиняют. И дальше, чем закончил этот мальчик, эту сказку? Простым предложением. О котором действительно стоит задуматься. Как, кстати, о многих вещах, которые мы слышим подчас от детей, заканчивается таким образом. Сова-то была злая, а сердце-то у нее было доброе. Вот эта мысль, я вам скажу, это поразительно. Как же это такое возможно-сочетание? Сова-то была злая, а сердце-то у нее было доброе. Вообще, наверное, мы все интуитивно и, наверное, сейчас же начинает работу мыслительная деятельность. И все понимаем, здесь скрыта какая-то глубокая мысль, касающаяся, возможно, каждого из нас и вообще существа самого человека. Злые бывают? Ну, еще как! И не подойди! А добрые тоже! И все, кажется, мы в душе хотим добра. И иногда даже делаем такое. Как неудивительно! И в то же время, сколько мы делаем недобра! Сколько мы злимся! Сколько мы колем друг друга! Сказка, кажется, это поверхностное объяснение. А на самом деле здесь скрыта мысль, которую этот мальчик, мальчик сам-то он и не подразумевал, просто он душой только чувствовал. Речь идет о том, кто же такой человек. Это действительно вопрос из вопросов, поскольку только понимая это, мы, наверное, можем делать и надлежащие выводы, иметь и верный путь жизни, и правильные отношения ко всему окружающему миру и каждому человеку. Более того, если мы обратимся к христианству, то мы найдем здесь и нечто еще другое. По христианскому учению, человек – это образ самого Бога. И, постигая человека, мы начинаем, мы начинаем постигать и Бога. Как же возможно постиг человека? Как можно постиг Бога? Приведомы слова, изумительные слова подвижника шестого столетия Исаака Сирина. Кстати, до того интересная его книга, я вам скажу, такая глубокая, и отвлекаюсь, ну, не могу не отвлекаться. Обязательно же надо себе в домашней библиотеке иметь хотя бы небольшое количество избранной литературы. А вот Рафея, Пиана Лесячка, Исаака Сирина, обязательно Игнатия Брянчанинова, которые все-таки издают время от времени, обязательно надо иметь. Если сами не читаем, хотя бы корочки этих книг посмотрят на нас и, глядишь, зацепят совесть и скажут. Скажут, напомнят о себе. Так вот, это один из действительно замечательных мудрецов. Исаак Сирин – тот человек, которым назидал буквально монашество всех последующих времён. Даже на Руси, ещё до того времени, как начался, я бы сказал, очень широкий перевод святых отцов на русский язык, Исаак Сирин уже был переведён, уже его читали, уже его цитировали и назидались им. Обязательно надо его приобрести, обязательно иметь. Так вот, что он пишет? Пишет, тот, кто познал себя, тот познал Бога, тот познал всё. Интересные слова. Кстати, это сейчас, может быть, мы развернём. А, кстати, хочу обратить внимание, что уже один из древнегреческих мудрецов, который заслужил, пожалуй, величайшую славу из всех, кого мы, европейцы, по крайней мере, мы знаем, наша цивилизация, по крайней мере, которая знает, да, он говорил, Сократ, Сократ, прокаживаясь своими учениками, и показал однажды на фронтон дельфийского храма, сказал, посмотрите, там было написано, ну, по-гречески написано, вновь из себя в тон, то есть, познай самого себя. Уже чувствовали, да, в человеке сокрыто что-то потрясающее и великое, через что, через познание кого, мы действительно можем, можем прикоснуться к самому Богу. А если к самому Богу, то по определению, значит, будем знать всё. Мальчишка этот, ну, конечно, он этого не предполагал и не знал, естественно, а какая глубокая идея преподнесена им. Я сказал чисто о такой бы онтологической вещи, ну, вероучительной, а на самом деле здесь ещё скрыта и глубокая духовная сторона. Ну, может быть, об этом мы и поговорим. Может быть. У нас же время не ограничено, насколько я понимаю. До утра досидим и так ничего нам. Вот. И поговорим обо всём на свете. Вот так. А сейчас, видите, сказали, что будто бы я должен презентовать книжку, которую написал какой-то Осипов, книжку Бога. Пусть бы он и презентовал её. А я-то зачем должен этим заниматься? Но поскольку поручили, то никуда не денешься. Верно, книжка такая вышла. Да, кажется, ещё собираются её издать. Она посвящена целому ряду вопросов, которые волнуют действительно очень многих людей. Я все перечислять, конечно, не буду эти вопросы. Зачем это, читать оглавление? Каждый, кто её получит, увидит. А хотел бы обратить на некоторые только темы, которые в настоящий момент для нас имеют, кажется, особое значение. Один из этих моментов. Мы говорим Бог, Бог, Бог. А кто это такое? Как его понимать? Что там самое существенное? Когда мы произносим это слово? Это один из вопросов. А другой вопрос. Мы говорим христианство, но мы же говорим, что существует множество религий. Ну, на самом деле, не множество. Это уж так. На самом деле, не так много. Но всё-таки много религий. И возникает вопрос. Ну, а почему христианство? Почему я должен быть христианином? А почему не буддистом? Не синтоистом? Не мусульманином? Не индуистом? А почему? По какой причине? Странно. Правда же? Только потому, что родился и здесь крестился, часто ничего не понимая. По этой причине, простите, это стихия. А где же разум? В этой книжке делается попытка, очень важная для нашего времени, попытка показать, почему действительно христианство является той религией, которая наиболее соответствует и нашему, я бы сказал, умоустройству и душеустройству. Почему? Хочу сразу сказать, те, кто будет эту книгу видеть, может почитать, что если мы сопоставим христианство с другими религиями, то увидим одну очень интересную особенность. христианство имеет целый ряд объективных аргументов, то есть, если хотите доказательств, объективных, еще раз подчеркиваю, аргументов, свидетельствующих о том, что оно, христианство, не могло возникнуть естественным путем, как это возникали многие другие религии. Не могло. Те истины, которые оно показывает людям, возвещают просто невероятное. Знаете, целый ряд таких истин, которых в истории религиозного сознания не было, просто не было. Причем такие истины, которые, ну, буквально поражаешься. Вот об одной из них, может быть, мы и поговорим немножко, поскольку книга называется «Бог», то о Боге истуе даже поговорить. Но вот целый ряд. Затем в этой книге также рассматриваются и некоторые аргументы бытия Бога. И рассматриваются те соображения, которые противопоставляют. Ну и, кстати, основная мыть какая? Атеизм не имеет ответа на простой вопрос. Вопрос очень простой. Очень простой, я вам скажу. Я встречался как-то в советское время с одним академиком, и ему так в разговоре, ну, гоняли чаи с ним, так, и говорю, помогите мне, пожалуйста, ответить на один вопрос наших студентов. Я, например, не в состоянии. Он говорит, какой? Я говорю, вопрос, кажется, на первый взгляд очень простой, но вы помогите мне. Да, что же? Они вот что задают мне, какой вопрос. Что должен сделать человек, и тем более образованный человек, для того, чтобы убедиться, что Бога нет? Он говорит, что Бога нет? Я говорю, ну да, нет. Не то, что есть. А убедиться, что Бога нет? Что нужно сделать? Он, ну, ну. Я говорю, ну вот, я тоже самое так и говорю, ну. И не знаю, что ответить. Для того, чтобы убедиться, что Бог есть, Самбонов только и нам и говорят. Там, ну, может быть, не всегда, но приводят разные аргументы. Ну, я назвал ему кое-какие аргументы, которые свидетельствуют, действительно, заставляют человеческую мысль принять, по крайней мере, что существует высший разум. Этот высший разум носит личностный характер. И что только таким путём мы можем объяснить ту потрясающую гармонию природного мира, устройство живого организма, на конец самого понимания, самого человека, только признав какой-то высочайший разум, можно это понять. Если нет этого разума, тогда вообще всё остаётся под громадным иксом, под громадным вопросом. И так я говорю, помогите! Вы же вершина научного знания. Атеизм не знает, что ответить на этот вопрос. Что надо сделать, чтобы видеть, что Бога нет? Я говорю, вы знаете что? Мне кажется, что мы с вами здесь едины. Он говорит, в чём же мы едины? Я говорю, очень просто. Ведь для того, чтобы доказать, есть или нет волка вот в этом лесу, или вот на этом острове, где-нибудь так, что нужно сделать? Ну, понятно, что нужно сделать. Заняться тщательным расследованием всего этого леса. Этим будет заниматься и те, которые утверждают, что там волки есть, и те, которые говорят, никаких волков тут не может быть даже. Я говорю, вы слышите? Чтобы убедиться, есть Бог или нет Бога, оказывается и человек, который хочет верить в Бога, и тот человек, который отрицает бытие Бога, должны вместе пойти по какому пути? Проверить, что говорит религия. Проверить. Пойти по этому пути, религиозному пути жизни. И тогда убедишься, есть здесь в этом лесу, кто водится или нет. Религия и атеизм для человека, искренно ищущего понимания этого вопроса, оказывается, друзьями вместе идут. Давайте, вы говорите, что Бог есть. Каким образом узнать, что Он есть? Религия отвечает. Отвечает. Кажется, вопрос, вопрос очень, звучит, тезис очень простая, на самом деле очень сложная. Христианство говорит, блаженны, то есть, блаженны, но это сторона уже другая, блаженство. Ты хочешь узнать, чистое сердце увидит Бога. Христианство утверждает, для того, чтобы убедиться, что есть Бог, необходимо, оказывается, какая-то чистота сердца. То есть, первое, надо узнать, что это такое за чистота сердца, о которой говорит христианство. Поучтите, это очень, очень такое удивительное, просто требует, оказывается, не вспотение ума, ибо что здесь ум может делать? Что ум может узнать, там есть кто или нет в лесу? Надо проверить, надо пойти самому. Христианство говорит, царство Божие внутри человека есть. И как только мы сказали, если это, то мы же понимаем, что нет царства без царя, значит, и Бог внутри человека. Вот, оказывается, где возможно его увидеть, вот, оказывается, путь указанный к познанию его. Речь идёт, оказывается, о каком познании? Не просто чисто рациональном, не компьютерном. Нет, нет. Недостаточно этого. Речь идёт о каком-то очищении души, которая открывает человеку вот это потрясающее, то, кто именуется Богом. И атеизм, и религия. Для ищущего человека указывает один и тот же путь. Человек, ты хочешь узнать? Вот он путь. Причём, причём это же не просто так, знаете ли, какая-то игрушка. О, если бы это было! На самом деле, история христианства показывает, когда миллионы и миллионы людей, избравшие именно этот путь, убеждались уже не просто на пути рацио, пожалуй, аргументы сюда, аргументы туда, а они действительно пережили, пережили внутри себя это непостижимое явление, которое присутствует в человеке и которое открывается человеку, но при исполнении надлежащих условий. Так вот, этот аргумент, этот аргумент, который можно назвать религиозно-опытным аргументом, он открыт любому человеку. Открыт любому человеку. Но знаете, в чём сложность этого человека? Я знаю, что обманывать нельзя, но никак не могу. Ну что ты будешь делать? Лукавить лицемерить не важно? Это же нехорошо! Ну и попробуй! Так и приходится юлить! Нехорошо осуждать! Ну что ж ты осуждаешь? Что ты себя ставишь над ним? И когда я осуждаю, я бы такого не сделал! Правда же? Этот паршивец! Слышите, насколько я лучше, то есть? Ну это же нехорошо, правда! Ну просто стыдно даже себя так восхвалять! То есть, мы сталкиваемся с чем? С интересным препятствием, которые прямо в нас находятся, представьте, нельзя обманывать, нельзя лукавить, нельзя лицемерить, нельзя осуждать, нельзя злиться ни на кого! Злиться нельзя! Злоба! Жизнь, вольба! Разве можно иметь в сердце злобу? Говорят, злоба и Бог – антиподы! Оказывается, нельзя! Завидовать нельзя! Почему нельзя? Что, Бог что ли накажет, да? Да не поэтому! Сам ты всегда человек наказываешь! Ты завидуешь и зеленеешь от того, что у него хорошо! А он ничего об этом не знает, ему море по коленам, он себя блаженствует! Кто страдает? Я страдаю! Каждый грех искажает душу! Ранит эту душу! Ранит ее буквально! Вот, оказывается, в чем дело! И, если хотите, поскольку мы говорим, что увидят Бога, то можно сказать и так, что каждый грех – это как пыль в глаза! Пыль в глаза летит! Закрывает глаза! Я не вижу! Знаете, дайте проморгаться! И непрерывно этим мусором, который буквально на каждом шагу у нас происходит, этим мусором мы закрываем видение того, я бы сказал, сокровища, которое скрыто в глубине человеческой души! И видите, нет, представьте себе, это какая красота! Призыв-то к чему? К чистоте души! К чистоте же призыв! Не к чему-либо другому же там! Ну, разве хорошо убивать, грабить, воровать? Ну, конечно, нехорошо! Видите, к чему призывает христианство? Какой открывает путь? Вполне, вполне соответствующим нашим, если хотите, что ли, намерениям, нашим мечтам, нашим надеждам! Вот на что! И представьте себе только, это уже маленькое отвлечение, ой, если бы мы все такими были, были справедливы, относились ко всем с великодушием, не хвастались, не гордились, не тщеславились, не завидовали, помогали друг другу, вот вам и рай на земле! Был бы! Был бы! И его нет почему? Каждый скажет, даже не глядя на других, только на себя! По крайней мере, мы познаем одно, познавая себя, познаем и понимаем то, почему мы не видим Бога, совершенно ясно! Если Бог есть абсолютная чистота и святость, абсолютное благо и истина, то какое может быть у меня познание, когда я на каждом шагу через пень в колоду веду себя? Я сказал, что скажу и о Боге, особенно, что стало христианство, я хочу сказать, здесь действительно христианство сделало открытие уникальное. Мы привыкли так Бог, 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 ну, во всех религиях Бог, чуть ли не все религии одинаковы и так далее. Вы знаете, действительно, правда говорят французы, ночью все кошки серые, и чёрные, и белые, и серые, и пятнистые, все гимцлетом. Так и здесь, когда люди даже не соприкоснулись и не знают, что такое религия, чему они учат, могут думать, ой, а всё религия! И даже берут одно это общее понятие. На самом деле, религии часто отличаются друг от друга радикальным образом. А отличаются в силу чего? Прежде всего, как только мы произносим слово «религия», мы говорим о Боге. Какой Бог в данной религии, такова и религия сама, какова религия, таков и человек сам. Что же сделало христианство? Я обращаюсь вот к этой теме, значит, теме книги. Что же оно открыло такого удивительного? Если бы, конечно, если бы в школах хотя бы немножко мы познакомились с религиями объективно, объективно, вы знаете, не надо ничего выпячивать, не надо ничего защищать или нападать, а просто объективно предлагали бы те основные положения и каждой религии, которые у нас содержат. Это было бы как здорово! Тогда для нас не было бы даже и вопроса сейчас, которые задают. Если попытаться суммировать вот эти древние представления о Боге, то их можно свести к одному. Бог – это высшая справедливость. Греки изобразили это, знаете как? У них была богиня, вхемида с завязанными глазами. Это было, то есть, полное невецеприятие. На бесстрастно судят о том, кто виноват, кто, напротив, достоин награды и произносит бесстрастный суд. Это основная идея всего религиозного сознания до христианства. Более того, скажу, и сейчас, и сейчас это в сознании подавляющее большинство даже тех людей, которые исповедуют, кажется, единого Бога, главное, что понимают, это Бог – судья. А это, кстати, влечёт за собой ой, как много последствий, которые нужно действительно иметь в виду. Правда, когда у кого-то случается несчастье, я говорю, вот Бог тебя наказал. Так. А у меня всё хорошо. Значит? Значит, я хороший. Слышите? А у меня ничего, всё в порядке. Нога не сломал, машину не подбил. Всё. Значит, я хороший. Вы слышите, что следует из этого, из этого положения? Что сделало христианство? Какую истину оно открыло? Что принёс Христос? Беспрецедентную истину, как сказал он. Он, живущий в иудейской среде, где понятие о Боге справедливости, о Боге судьи, это было просто главнейшим, основным и непререкаемым. Так, где Бог даже мстил, где Бог сокрушал народы за их грехи. Бог сокрушал народа. Понимаете? Я пью вовсю, у меня цирроз печени. Ах, как Бог меня наказал! Ай-яй-яй! Не я виноват, конечно, это Бог наказал. Сами понимаете. Так вот, основное было положение, что, оказывается, Бог справедливый, и вдруг Он возвещает то, что никогда и никто и не слышал. Бог есть любовь. это поразительно было. Я сказал, было, увы, до сих пор не принимается это. Причем, не принимается в таком искаженном виде, какое-то специально как нарочито, что ли, искажается. А, Бог любовь, значит, что? Делаешь, что хочешь, Он тебя просит, да? отвечаю. Да, Бог говорит, не ходите по гвоздям, которые торчат в герпо с риом. Предупреждаю, не ходите по гвоздям. Грех это есть не что иное, как вот тот гвоздь, от которого Бог предупреждает. Не наступай на гвоздь, тебе будет плохо. у тебя будет боль, у тебя будет воспаление, у тебя будут повреждения. Заповеди Божии это что такое? Это предупреждение человека. Человек, прошу тебя, как любильная мать просит своего ребенка, не делай этого, тебе будет плохо. Вы знаете, когда же мать может сказать? Иногда приходится повторять, когда разгневается на своего ребенка, он идет все-таки купаться, что она говорит? Утонешь? Не приходи. Ну, это уже высшая, конечно, угроза. Тут уже ничего не сделаешь. Так вы видите, в чем дело? В чем проявляется божественная любовь? Во-первых, в том, что Бог дает заповеди, которые предупреждают человека от чего? От страданий. Не ходи по гвоздям, не ходи по битому стеклу, если не хочешь себе худа. Любовь? Да. Не слушаешься? Ты себя наказываешь. Слышите? Не Бог наказал людей потопом. Не Бог наказал Содом и Гоморру, этих гомиков. Сами себя наказали. Оказывается, грех. Что такое грех? Грех – это рана, которую человек наносит себе. Любым грехом. То, что называется грехом, это есть нечто иное, как деяние, причиняющее мне, никому-нибудь, мне страдание, боль, которая корежет мое и тело, и душу. Вот и оказывается, в чем суть дела-то. И вот Господь сказал Иисус Христос, Бог есть любовь. Не эта фемида бесстрастная с завязанными глазами, которая одинаково как наказывает, так и награждает. Бесчувственная фемида. Нет, Бог любовь предупреждает, дал заповеди, дал духовные законы. Духовные законы. Человек знает, знает. Как когда мы приезжаем куда-то за рубеж, надо знать только какие законы, чтобы, знаете ли, не попасть в очень неприятное положение. И мы благодарим того человека, который нас предупреждает об этом. Так и здесь Бог дал и законы духовной жизни человека, и дал заповеди, благодаря которым, если бы мы исполняли, мы действительно были бы блаженны. Действительно. если мы не нарушали их. Так вот, потрясающее открытие, которое сделал Христос. Он именно это сделал. Он ответил, что Бог это вовсе не просто высший разум, о котором говорили и раньше. Бог не просто творец мира. Ну, творец, да, и что? Не просто творец мира. Бог не та справедливость, о которой вы думаете. А Бог есть любовь, которая с чем соединена? Это любовь Божия. Она всё время направлена на то, чтобы дать человеку благо. Благо, то есть его любовь какая? Правильная, то есть праведная. Слышите справедливость-то? В любви, а не сама по себе справедливость, как таковая, да, существующая отдельно от любви, как это очень часто преподносится. И тогда получается, когда Бог справедливо поступает, значит, не по любви. По любви поступают, ага, значит, несправедливо. Бог – это праведная любовь, то есть правильная любовь, которая несёт человеку благо, предупреждает его об этом, открывает ему это благо. И человек поступающий тогда, старающийся, стремящийся поступать по этому, действительно получает благо. И ещё одно, на что нужно обратить внимание. Скажем, да, да, конечно, хорошо, но не могу не осуждать. Каждый раз хожу наиспоить, уже язык, знаете ли, в поясах от того повторять, опять осуждал и прочие вещи. И что же? И что же? Христианство, говоря о том, что грех – это рана, которую наносит себе человек, говорит не о другом, христианство даёт средство исцеления наших болезней. Средство исцеления. Не знаю, в какой религии мы найдём это, по крайней мере, кажется, ни в одной из мировых религий этого нет. этим средством является покаяние. Оказать чистосердечное раскаяние человека, чистосердечное раскаяние, то есть прямое осуждение того, что я сделал, именно раскаяние, потому что я боюсь уже слово покаяние сказать, мы уже очень привыкли к этому, именно раскаяние оказывается снимает с человека, с человека вот эту рану, эту грязь, если хотите, и делает вновь возвращает ему вот ту чистоту, к которой он должен стремиться. Христианство заявило такое, чего никто никогда не знал. Знаете, что? Вот если вы сейчас здесь присутствовали, представители всех религий, и вот какой-нибудь человек, держащий, допустим, микрофон, и сказал, как вы думаете, с точки зрения вашей религии, кто же получит спасение. Один за другим встают, один за другим и повторяют одну и ту же фразу. Тот, кто исполнит то, что сказал Бог, то есть заповедь. Кто исполнит заповедь, тот и спасется. Один за другим, все. И вдруг один встает и говорит, нет, нет, если бы это было так, тогда ни один человек во Вселенной никогда бы не получил спасение. Спасается не этот человек, а спасается тот, тот и показывает. христианство совершило, я бы сказал, копермиканский переворот. Первым в рай вошел бандит, убийца, у которого руки по локоть в крови были. Ну-ка, найдите религию такую. Первым в рай. Ладно, тогда мы говорим преподобные. А здесь кто вошел? Это, это уже не мысль. Только одного этого достаточно, чтобы понять, что такое Бог есть любовь. Оказывается, спасает человека. Спасает что? Вот это искреннее раскаяние, которое мы видим, произнесено было правым разбойникам. Что он сделал-то? Вспомните. Первое. В ответ на ругательство левого разбойника он сказал, достойное мы по своим делам получили. Достойное осознал и увидел, что он наделал в своей жизни. второе помяни меня ты, Господи, в твоем царстве. Он же видел, кто это и видел, что он-то будет там, а я разбойник где буду? Вот здесь. Даже мысли не было о том, что он, этот кровопивец может быть все, чтобы он когда-нибудь оказался там. Об одном только просит, ты там меня помяни в твоем царстве. Я не достоин. Ой, как важно ощутить это и понять. И понять тогда потрясающий ответ Христа. Сегодня же будешь со мною в проюм. Найдите такой религию. Найдите. Это действительно о мыси таких преступлений, таких грехов. А кто из нас только не грешен? Кто делами, а кто в одних мыслях только что делает? А в желаниях, а в чувствах и в делах достаточно. Оказывается, кто спасается с христианской точки зрения? Тот, кто действительно во-первых осознает, во-первых осознает, что он грешный человек. То же самое себе я, конечно, скажу, что я грешный, но попробуйте вы мне сказать, что я грешный. Я скажу, на себя посмотри. Мы себя не видим. Да, ну, кажется, да, ну, есть, есть кое-что, но а кто не грешен? Мы все себе прощаем, как будто нас кто-то осуждает. Да не осуждает и Бог нас не осуждает, но не может душа, не отвергнувшая той скверны, которой мы наполняем себя, не может она принять Бога. Не может она увидеть Бога, не может обратиться к Богу. Или, или, или я достойно и по делам своим получаю, да, или, все, я тогда ничего не получаю. Какие истины, какие потрясающие истины действительно возвестило христианство человечеству небывалое, беспрецедентное. Уж не говорю о других, там целый, целый ряд этих положений в христианской вере, которых никогда в мире не было. Да подумайте только об одном. Кто спаситель мира? Ну, ясно, все знали, кто спаситель мира. Все знали, иудеи знали, будет мессия, который весь мир покорит и будет царствовать. Язычники будет великий август, император, который создаст рай на земле, но это обязательно кто будет? Властитель этого мира. И вдруг христианство возвещает, этим спасителем является распятый. это же действительно для человеческого сознания это совершенно непонятная вещь. Недаром апостол Павел, этот величайший, я бы сказал, из Андрецова древности, который говорил, мы проповедуем Христа распятого, иудеям соблазн, как же это мессия распят. Эллином, то есть всем прочим народам, безумие, что за глупость, нашли спасителя, которого распяли на кресте. Нам такой спаситель не нужен. А вот с мечом и властью, который что нам даст? Какой нам нужен спаситель? Хлеба и зрелищ. Вот и все в порядке. И больше ничего нам не нужно. я просто назвал вот несколько моментов, насколько этот вопрос сейчас очень-очень важный. Сейчас, когда идет какое-то сознательное и подсознательное перемешивание различных религиозных доктрин, различных истин, когда начинают проповедовать идею, идею, в общем-то, однозначности всех религий. Все религии в одного, оказывается, Бога верят. Боже мой, какое заблуждение! Какое заблуждение! Тот же Христос уже неприемлен и говорим в одного Бога. Сейчас, когда идет такое смешение, смешение, я бы сказал, религиозных истин, всех религий, так сейчас как важно убедиться, почему христианство действительно является религией божественной и, следовательно, истинной. И, следовательно, вот, чему я должен следовать, как я должен жить. Как же я должен жить? Ну, вкус, который, кажется, простой и в то же время подчас оказывается, к сожалению, сложным. Сложным оказывается. Сложным вовсе не потому, что его трудно понять, хотя и здесь тоже есть целый ряд препятствий, а сложно по нашей инертности, то есть, как привыкли мы, вот, бросьте в волну сейчас какую-нибудь палочку, и она и поплывет. Куда? А куда вынесет? Так и мы живем, как эти соломины по воде несется, куда вынесет. Оказывается, христианство говорит о том, о необходимости, необходимости того, чтобы человек проявил свое усилие, то есть, активность проявил. Активность проявил. Какую? Первая и главная активность заключается в чем? в том, чтобы позабыть, а что это такое за заповеди? Какие они? Какие заповеди? Ну, не убивай, не грабь, это все понятно. И тут ничего, если хотите, ничего специфического христианского нет. Это все это понимают. Но христианство это затрагивает сам внутренний мир человека и говорит, говорит великую истину, что по содержанию нашей души происходит и вся наша жизнь. К чему мы стремимся? Что мы называем ценностью своей жизни? К тому мы и стремимся. И вот христианство поэтому призывает обратить внимание не просто на эти внешние дела. Ведь вот просто необходимо объяснить. Внешние дела это нравственность, это мораль. и вы знаете, в моральном отношении сравнительно несложно стать святым человеком. Для этого надо не убивать. Слава тебе Господи, я никого не убил. Не грабил и не ограбил никого. Да, не украл. Ой, никого не украл. Ну, в общем, закон не нарушаю. Пожалуйста, живьем меня нельзя анонизировать уже. Это нравственность. Нравственность касается нашей вот этой внешней-внешней деятельности, которая вся видна каждому и всем. А если заглянуть под кожу и что внутри там у меня? О, какие мечты! Что там только творится, сколько там подчас грязи, о которой никто никогда никому рассказывать не будет, сколько лицемерия, сколько зависти, сколько тщеславия, хвастовства, гордыни, всё это не видно. Всё это называется духовным состоянием человека. И вот христианство утверждает великую истину, что задача человека не просто поддерживаться от этой грубятины, это грубятина, конечно, ну, кстати, которая зафиксирована в десятословье Моисея. Но это действительно грубая и очевидная вещь. Нет! Ты со вне, нравственно ты можешь быть прям чуть ли не святым, а внутри, и потому часто говорят, святой сатана. Христианцы обращают внимание на содержание души и говорят, займись прежде всего этим, наблюдай за своими мыслями, борись со всякой гадостью, не давая им свободы, не развивая их в себе, ты увидишь, и как твоя жизнь даже изменится, как изменится прежде всего отношение к другим людям, как здесь даже изменится. Ну, еще одно дело, я себя вижу выше крыши, а другое дело, когда все такое же, а может, еще похуже. и первый принцип, который проповедует христианство, главнейший принцип, к которому мы, к сожалению, к этому слову привыкли, но без него никуда не денемся, это действительно любовь к другому человеку. Речь идет не о любви сердечной, пожалуйста, ну, надо же это понять, не о сердечной любви идет, это редкое явление. Зачем об этом? О любви, в данном случае, греческое слово Агапи говорит о какой любви? О справедливом, честном отношении к другим людям. Хотя бы это был даже враг, отнестись честно к нему. Я вспоминаю, однажды в Германии, мы сидим за столом с немцами и что-то вспомнили о Великой Отечественной войне, и был такой старый немец, и он встает и говорит, я был в плену. И однажды нас гнали через русскую деревню. Вышли русские женщины, и мы все сжались, потому что поняли, что сейчас в нас полетят камни. И вдруг нам хлеб кидают и дают. Хлеб, картошку. Мы не верили своим глазам. Мы были просто потрясены. Мы же, что мы, какое горе принесли. И вдруг нам дают хлеб. И вы знаете, этот немец, когда произносил это, произнес это, разрыдался и сел в полных слезах. Он был потрясен. Вот что такое любовь-то. и пленному не мсти. И к покоренному врагу не относись со злобой. А если видишь, что он умирает от голода, дай ему кусок хлеба, дай кружку воды. Вот о какой любви идет речь, когда Христос говорит, говорит в ответ на ветхозаветную заповедь, там какая была? «Люби, возлюби ближнего и возненавидь врага твоего». И он, Евангелие от Матфея, говорит, «А я говорю вам, любите врагов ваших». Вот о какой любви идет речь. Любите врагов ваших, добро творите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас. Боже мой, просто это поражает. Какая же душа, какой чистоте, к какому величию души человека призывает христианство. Таким образом, оказывается, обращается внимание не на что-нибудь, а на содержание души, на состояние души. И призывается, человек, постарайся, займись своим внутренним миром. Не думай только о том, что ты внешне хорош. Это не так уже подчас трудно бывает. Вот где сокрыта святыня. Там только может быть Бог, блаженный чистым сердцем, ибо они Бога узрят. Вот, оказывается, какой, я бы сказал, призыв мы слышим от Бога. Вот какой Бог христианский. Вот к чему Он призывает. Скажу вам, вы не найдете нигде такого призыва. Причем, не просто призывы. Знаете, иногда мы можем говорить так, что высокие материи, и все слушают, и говорят, да, 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 голубчик, да, мили, мили, твоя неделя. Нет, история христианства показала, чего достигали те люди, которые становились на путь правильной христианской жизни. Всегда приходится приводить в пример, как наш преподобный Серафим Саровский, незнакомого человека, который к нему приходит, встречает не как-нибудь, а радость ты моя. И человек видел, что действительно радость испытывает этот старец, с какой любовью смотрит на него. Вот чем покорял, вот чем обращал, вот чем наставлял, если хотите, множество людей на тот правильный путь жизни, на котором только мы можем действительно обрести и мир душевный, спокойствие, радость душевный. Можем действительно то благо, которому так стремимся и никак не можем его найти. Почему? Все ищем вне себя. Где там это благо? В какой машине, в какой даче, в какой стране, в каком государстве? И забыли, что Царство Божие внутрь нас есть. В нас этот драгоценнейший ларчик этого Царства ларчик радости и блажен внутри каждого человека не надо никуда ехать. Но нужно немножко покрутиться, и человек приобретешь и ощутишь, ибо Бог близ каждого из нас есть. Вот, представляем, нельзя давать своду слова. Не остановишь потом. Ну, сейчас спасибо вам. Если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, я к вашим услугам. Как отнестись к тому, что нам пытаются ввести вместо паспорта страхового полиса всех документов, пластиковую единую карточку, где все данные о человеке, а также о чипах, которые хотят заставить людей следовать за собой. Вы знаете, наступает эпоха совсем другого порядка, о чём надо действительно знать в первую очередь. Речь идёт о манипуляции сознанием. Это является главнейшим сейчас инструментом господства над людьми и над народами. Обратите внимание вот сейчас Украина. Посмотрите, кажется, ясно, откуда идёт зло, которое на неё напало. Ясно же, откуда. С Запада, Союзных Штатов. Совершенно очевидно. Посмотрите, что произошло, какое раззорение. И что вы думаете? Ох, как умеет манипулировать сознание. Оказывается, Россия виновата. Вы подумайте только. Так вот, сейчас вот эта манипуляция сознанием, которая проводится через телевидение, радио, через все средства массовой информации, компьютеризацию, через интернет. Вот, что происходит. Сознание уже настраивает на определённый лад. И люди начинают воспринимать те вещи, которые на самом деле внушаются, как свои собственные. Вот, где беда. А мы обращаем внимание, в каком виде у нас. То паспорт, помните, был паспорт с серпом и молотом. Это, кажется, ничего. Потом без серпа и молота. Ах, ужасно! Пластиковая карточка. Что, бумажная? Лучше бумажная карточка, да? Ну, что же мы так делаем? Это же какая-то детская наивность просто. Смеются буквально только над нами. Никакого не имеет значения, в какой карточке. Это в пластиковой или другой хранится документация. Не имеет никакого значения. И насчёт чипов, я вам скажу, чипы, уже являться лишь вещественным элементом вот той манипуляции сознания, которая сейчас охватывает буквально всё более широкий круг населения земного шара. Скоро-скоро мы будем подчинены незримо, невидимо и будем всем мыслить одним и тем же образом. И не по причине даже чипов. Да, это, конечно, очень неприятно. Это, конечно, очень нехорошо. А что мы сделаем? Вы думаете, так просто вот сейчас? Ну, вот от паспортов некоторые отказались, потом идут. Так, а как же пенсию получать? Ну, да, вы помогите. Так, простите, а почему я должен помогать вам? Вы хотите получать пенсию? Что мешает паспорт получить? В чём дело? Вообще, очень жалко, что нас ловят вот на таких, я бы сказал, мелочах чисто внешнего порядка, чисто внешнего, которые никоим образом не влияют на нашу веру, на нашу веру. Кто нам мешает исполнять заповеди? С карточкой или с паспортом? От Евангелия нельзя отрекаться. По Евангелии надо жить. И этому, слава Богу, нам не мешает. Пожалуйста, избирай. А вот пропаганда другого дела, полного разгула аморального, вот, об этом мы молчим, кажется, на это не обращаем внимания. Когда в мужских монастырях полно женщин, об этом мы молчим и внимания не обращаем. Когда время запричастного, когда нужно уж последние минуты перед причастием, здесь надо, какое состояние, покаяние, а нам концертик зададут, чтобы не дай Бог помолимся. Правда же? Ни в коем случае нельзя. Ну что, концертик для развлечения. Об этом мы не думаем. Отнимается самое главное, отнимается Евангелие, молитва, покаяние, а мы тут и начинаем паспорт. Карточка там, пластиковая, или бумажная, или картонная. Не беспокойтесь, пожалуйста. Никто не отнимает у нас и пока Евангелие. Слава Богу! Давайте его держать! АПЛОДИСМЕНТЫ Так, крестники выросли, я, как крёстные, не принимала участия в их православном воспитании. Как сейчас мне правильно пострадать? Отвечаю, да. Сначала мы берём пистолет, стреляем, а потом, а что ж теперь делать? Пуля летит, сейчас убьёт. А почему вы до сих пор это так брали на себя? Вы за кого-нибудь можете сейчас, вот, даже за взрослого сказать, вот, я говорю, вот, за него отрекаюсь, за него отрекаюсь от сатаны и всех прочих. А он скажет, а я вас спросил, что ли? Мы что, знаем, как это ребёнок? Вы можете обещаться сделать то, что мы можем, если я смогу, то сделаю. А за отречься за человека, который, не зная, какой путь жизни выберет, что вы перед Богом и людьми вы отрекаетесь, оказывается, ничего не можете сделать. Почему лжёте? Всё-таки же нужно вот немножко, немножко думать. и родителям, которые крестят, сказать, хорошо, если вы дадите мне полное право заниматься, заниматься религиозным воспитанием вашего ребёнка. Но я не знаю, кто это вам позволит. Это, во-первых. Во-вторых, во-вторых, а вы сами-то сможете это делать или нет? У вас что, есть достаточно знаний? У вас есть достаточно возможностей? Ну, что, во что мы превратили это? Выбираем крёстных, какие? Кто побогаче, кто посановнее. Вот так. А крестили – ура! За стол! Вся суть в этом, во что превратили великое таинство рождения, духовного рождения человека. В общем, нужно сначала думать, потом делать. Можно ли иногда вместо вечернего правила читать канон? Слушайте, ну, спросите, пожалуйста, батюшку, я вот Митру забыл, а то я бы, конечно, не ошиба ответил бы вам. Так, как вы считаете, почему человек переходит из одной религии в другую? Очень простой причине, он ни одной религии не знает, поэтому и мечется. Я вам скажу, жить в России и не знать, что такое православие, это просто срам. Это всё равно, что жить в какой-то стране, жить и жить, и не знать языка даже, и не потрудиться, язык выучить. Прежде всего, наверное, надо знать язык, правда ли? И здесь Россия, тысячи лет православия, и начинаем, где угодно, искать, какой там кришнаизм, какой буддизм, какие там секты, а православие не знаем. Какой срам! Прежде всего, надо узнать, что такое православие. Прежде всего! А уже потом, если что-то не устраивает в этой религии, если, пожалуйста, то поинтересуйтесь и другими религиями. Но не просто так, а надо обязательно обращаться со всеми сложными вопросами к знающим людям. Спасутся ли, крестившись маленьких детей, не знаю, всё зависит от родителей. Если родители действительно видят, что имеют возможность привести ребёнка к вере и надеются на это, и имеют решительное решение так жить, пожалуйста, крестите детей. Но если вы этого не видите, то дайте возможность человеку помочь прийти самому к православию и принять крещение сознательно, как таковому, не превращать крещение в чистую формальность. Вы знаете, как святые насчёт этого грозно пишут? Это просто надо же знать! Вот мы, к сожалению, совершенно не знаем. Преподобный Марк Подвижник что пишет? Твёрдо верующим тут же по крещению даётся Дух Святой, а неверующим, неверным и зловерным и по крещению не даётся. Как вам это нравится? Крестили? Крестили. А он говорит, Дух Святой не даётся. Святитель Иерусалимский патриарх Кирилл пишет так, если лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Мы это знаем или нет? Ничего не знаем даже. Совести, формулу соблюсти форму одну, крещённый, крещённый. А насколько это связано с нашим убеждением, с нашей верой, об этом даже и не думаем. И этим самым мы опошляем таинство. Не мечите бисера перед свиньями. Таинство благодати – это великий дар. И, как пишет Макарий Великий, прежде чем посеять, сначала нужно обработать почву. Ибо, если вы начнёте сеять на асфальте, никакого проба не будет. Вот, как осторожно нужно относиться к этому великому делу. Как относиться и как молиться о умерших некрещённых детях, умерших в утробе? Ну, Евангелие-то надо же читать. Когда к Христу пытались подойти дети, детишки, ну, сколько там, четыре, пять, шесть, семь лет, какие, крещённые? Нет, конечно, тогда крещений не было, а ученики не подпускали, ну, мешают дети, так? Что Христос сказал? Пустите, таковых есть Царство Небесное. Вы слышите, о каких детях сказал он? О крещённых? Да не было тогда крещения. И более того, ещё предупредил. И если вы взрослые не станете как дети, не будет вам Царства Небесного. И вот теперь придумали, некрещённые дети погибнут. Ай-яй-яй! До чего мы дошли? Христос говорит, Царство Небесное, а мы говорим, нет, Господи, ты всё-таки ошибаешься. Не спросил ты нас. Да, над ними не было совершено. Что же это такое? Не беспокойтесь, дети спасутся, спаслись бы мы. Вот в чём дело-то. Мы спаслись бы, когда мы, так сказать, убиваем детей, ещё не родившихся даже. Вот о ком надо страдать. О себе, а не о детях. Как вы относитесь к вещам снам? Иоанн Лесич, преподобный, пишет, верующий снам гоняется за своей тенью. Поймай свою тень! Ну, речь вообще о снах. В отношении же, так сказать, снов, которые, как говорят, сбываются, или так говорят вещи и сны. Я вам скажу, это редкое исключение, когда действительно иногда бывают сны. Помните праведному Иосифу – встань, возьми младенца и беги в Египет. Говорят, что такие сны, которые действительно от Бога, они имеют особый знак, знак такого твёрдого удостоверения, что уже у человека не остаётся сомнений. В отношении же вещих, снов, о которых вы говорите, здесь надо быть в высшей степени осторожным. Потому что, с одной стороны, душа наша человеческая, она по природе, конечно, жительница духовного мира. И иногда она чувствует что-то, но, знаете, как она чувствует? Как в тумане. Поэтому святые изрекли очень интересную форму, или, я бы сказал, даже формулу в отношении всего того, что нам непонятно, но что представляется, может быть, как божественное. Ну, например, вдруг началось мироточение иконы, а то ещё даже кровь, а то ещё какие-нибудь ароматы. Я помню, когда вот этот был такой, нахлынуло, один аспирант мне говорит, по-моему, Тверской, кажется, губерния, есть такая комната или что-то, куда на ночь заносит икона, утром получает, она уже мироточит. Ну, как святые говорят к этому, когда мы не понимаем и не знаем, касается ли это таких фактов или снов, есть великолепная, просто вот, великолепная мысль, точная и ясная. Не хули, а вдруг действительно это от Бога, и не принимай а вдруг это совсем с другой стороны. Останься холоден, как ничего не было. Слышите? Ну, кто водит машину, знает нейтральную скорость, да. Не хули и не принимай. Это самое лучшее отношение ко всякого рода вещам, которые, ну, не можем мы понять. избавь Бога и принять то, что является совсем не имеющим никакого отношения к Богу. Опаснейшее дело. Слушайте, кто-нибудь сюда, давайте глаза стоять, сюда ко мне. Да, что это я буду? Или мне поставь телескоп, пожалуйста, сюда. Да. Для какой степени рекомендуется терпеть унижение, грубость и диспотизм мужа, начальника и так далее? Как быть кротким, не теряя человеческого достоинства, не давая попрать образ Божий в себе? Я очень хотел поднимать штангу 200 килограмм. Мне сказали 200, а вы 20 можете поднять? Ну, не знаю. Да, но займитесь с 3 килограмм, с 5, начните упражняться. Вот мы сразу многого хотим, не делая малого. Тот, кто хочет достичь каких-то христианских вот начал жизни, он должен начинать с того, что может делать. Что может делать. Например, иду по улице, я могу во все стороны смотреть, а могу всё-таки и воздерживаться, и не поглядывать. Могу окно открыто и посмотреть, что там, а могу и воздержаться. А ком-то мне сказали, что-то он сделал, я могу тут же осудить. А можно язык припусить, не стоит, пожалуй. Нужно начать делать то, что мы можем. И нужно это делать. И если мы начнём это делать, тогда постепенно мы увидим, и как сделать то, чего раньше мы никак не могли сделать. Поэтому эти степени, о которых вы говорите, здесь же нет никакой формальной градации можно терпеть. Ну что же, надо терпеть, никуда не деньтесь. Кстати, хочу сказать, что стоит иметь в виду, в виду о том, что такое терпеть. И это очень важное положение. Можно просто терпеть, можно терпеть, злиться, можно осуждать, ненавидеть и так далее. Но уже первое, если просто хотя бы терпеть и не осуждать, и не злиться, уже хорошо. Но может быть и лучше. Как? И вот тут наступает очень серьёзное положение, знание которого крайне необходимо, если мы хотим себе какого-то блага даже здесь, на земле. Что нужно делать, когда скорби какие-то? Вспомнить правого разбойника, и сказать, Господи, достойную по делам моим получаю. Мы никак не можем поверить, что мы достойны вот тех скорбей и неприятностей, которые с нами происходят. Когда у меня что-то происходит, я ищу, кто это сделал. А, это он! А, это она! Это они! Все вокруг меня виноваты. Один я, чистый голубок. ни в чём не виновен. Первое необходимое, к чему призывают весь святоотеческий опыт, я подчёркиваю, весь человек, вспомни и от всей души скажи, достойное по делам моим принимаю. Тот человек, который действительно искренне это скажет, искренне скажет, тот человек, который сможет именно так оценить себя самого, я вам скажу, получит утешение, душевное, сердечное утешение. А если кто-то хочет даже большего получить, большего, я вам скажу, полного снятия скорби, кто-то захочет, интересно, то тогда есть ещё ступень, куда более великое и действительно, как, знаете, высшее средство. Не просто я достойное по делам моим принимаю, а, Господи, слава Тебе! Я знаю, что Ты любовь, что Ты не позволишь ни на одну йоту большей неприятности или большей скорби, чем это нужно для моего душевного здравия. Поэтому, Господи, благодарю Тебя я верю, что Ты всё-таки умнее меня и лучше знаешь, что мне полезно. Поэтому не только достойное по своим делам это принимаю, но и благодарю Тебя. О! Христианин вот как должен относиться ко всему скорбному. Если мы так будем, то мы действительно узнаем, что такое христианство и какое благо оно приносит души человеческой. Как Вы относитесь к другим ветвям христианства? Люди попадают в рай независимо от того, какой ветви они принадлежат? не смешивайте двух совершенно разных вещей. Одно дело. Другая ведь христианство, то есть в какой степени оно истинно или ложно. Другой стороны человек, который находится в этом исповедании. Одно дело католицизм, другое дело католик. Одно дело лютеранизм, другое дело лютерании. Совсем разные вещи. Никогда не нужно это смешивать. Вот в отношении конфессиональной веры здесь мы должны быть очень серьезны, внимательны и понимать, где ложь, а где истина. Это очень важно. Когда римский Папа объявляет себя наместником Христа на земле, когда его, одного человека, слышите, решение сами по себе о несогласии церкви истинны, то мы можем только, знаете ли, недоумевать, изумляться и говорить, неужели можно до такой степени дойти? Слышите? Что это за учение такое дикое? Один избранный стал только Папой и уже он возвеститель истины. Причем его слова сами по себе о несогласии церкви суть истины. Вы слышите? Какое извращение! Но католики искренне верующие и старающиеся жить по Евангелию, они, я вам скажу, очень возможно такие же, как и мы с вами православные. Как мы ничего не делаем, так и они часто ничего не делают. Вот, и поэтому, кто спасётся, я не знаю, кто скорее спасётся. Что вера ложная, верно, а кто скорее спасётся, не знаю. Первый в рай, я помню, вошёл бандит. Уж этого никто никогда не мог и во веки веков предположить. Я думаю, что, может быть, многие католики или ветеране получше этого бандита. Так что, вот так, о людях не будем говорить. Бог судья. А вот в отношении веры обязательно надо говорить, чтобы не ошибаться. Господь сказал, будьте детьми. Так где грань ребячества, если мне за 20 лет, а я веду себя как 12-летний? Вот видите, какое всё-таки некую разряточку нам ставит. Я вам скажу, что это действительно бедствие, которое наступает, не знаю, у нас ли это только в России, нет, по-моему, в Европе то же самое. Идёт какое-то очень позднее созревание сознания. Очень интересная статья по этому поводу опубликована в июньском номере журнала Фомы Андрея Рогозянского. Называется она Вселенная 26. Он там об этом пишет как о явлении, которое, конечно, может привести к самым печальным последствиям. Что же делать? Надо попытаться быть, быть посерьёзнее, а не просто привыкать жить иждивенчески на попечение родителей. Родители, к сожалению, сейчас стали какие-то расслабленные в основном. Ребёнок это всё. И чтобы ребёнок ни делал, всё ему позволено. И ещё это несчастная ювенальная юстиция, которые действительно хотят ввести, пока, слава Богу, хоть с трудом, но в основном отбили. По крайней мере, законодательно не принято. А если ещё законодательно примут, тогда вообще родители станут рабами, а дети господами. и забыли один из великих принципов воспитания – безнаказанность – лучшие средства развращения ребёнка. Это, к сожалению, мы забыли. А это надо помнить. Вот. И надо понимать, что, конечно, вот эта стихия, вот эта атмосфера, в которой сейчас мы живём, к сожалению, страдает вот этим пороком, что у нас сознание отстаёт от нашего биологического возрастания. Каждый человек уже взрослый, а на самом деле осознание ещё остаётся у него на каком-то полудетском уровне. Что ж, придётся потрудиться над собой. Вот так. Какое таинство самое первое дал Господь людям – крещение или брак в раю? Да. Дело в том, не смешивайте. Вы тут смешали два разных понятия. Под таинством – это вам скажут, и вы прощите где угодно – под таинством подражается определённое священно-действие, совершаемое священнослужителем по определённому чину. Это называется таинством. Во время этого чина человек с верой и покаянием, принимающий его, получает действительно незримо тайно определённый дар благодати. Почему называется таинством? Вы слышите, что такое называется таинством? То, что Господь дал изначально установление, установил брак, там никакого священного действия не было. Поэтому брак как таковой, как установление изначальное, является естественным актом, естественным, Богом установленным. И брак всегда есть брак. А вот таинство брака – это нечто совсем другое, если вы хотите, если об этом спрашиваете. Таинство брака – это то священное действие, которое совершается над брачующимися, так, в храме, допустим, по определённому чину. Это совсем другое. И здесь искренне верующим, искренне верующим уже супругам, да, действительно, незримо, тайно даётся, я сказал, дар благодати. Расшифрую. Ой, как важно расшифровать это. Потому что говорят дар благодати, а чё ж такое? А мы через неделю разошлись. Даётся, знаете, что? Семечко того дара благодати, которое надо взрастить, чтобы оно проросло, стало древом и пронесло плоды. Семечко даётся. Ещё. А не сразу всё слава тебе, Господи, и мы уже ура! Поэтому даже многие венчанные браки легко распадаются. По какой причине? Ну, чаще, очень часто довольно, мало верующих принимают это. Это раз. Во-вторых, забыли, что даётся только семечко. А чтобы из этого семечка вырастить яблоньку, на которой затем вырастут эти яблочки, и которые мы можем наслаждаться, для этого требуется труд. Поэтому, вступающие в брак, получающие семя благодати, семя, ещё раз повторяю, благодати супружества, только при том условии эти люди будут укрепляться, если они предпримут решение жить действительно так, как это подобает христианским супругам. тогда постепенно эта семечка начнёт прорастать. Постепенно начнёт возрастать. И если эта решимость здесь жить по-христиански не исчезнет, то и вырастет настоящее древо и пронесёт соответствующие благоуханные плоды. Вот, оказывается, как. Я обращаю на это внимание, потому что, к сожалению, сплошь и рядом мысль такая – всё, дар благодати получили. Дар благодати – не дар благодати, а дар благодати в чём? Что дано вот тебе семя. Если бы не было семени, так нечему и вырастать. Слышите? И вырастать нечему. Об этом семени, как пишут святые, например, когда пишут о крещении, о священстве, о браке, семечка только. Это надо запомнить и не удивляться тому, что, как же такое, венчались и распались. Семечка, оно так и не дало никаких ростков, потому что своей страны ничего не сделали эти вступившие в брак, чтобы эта семечка в терпении, великодушии, взаимопомощи и так далее, чтобы оно проросло в их душах. Вот так. Это очень важно. Здесь два серьезных вопроса. Ну, по одному тогда. Как вы относитесь к частому причастию, обязательному вычитыванию канонов? Так, святитель Феофан говорил, не будьте рабами правила. Правила для человека, а не человек для правила. Будто раба, будьте рабами божьими, а не правила. А я должен ухаживать за больной мамой, еще и работать. И если я работаю во вторую смену, почему я не могу каждый день причащаться? Если я чувствую помощь святыми тайнами, если я каждый день причащаться, я должен исповедоваться у разных духовников? Это первый вопрос. Ну, вот в отношении сразу скажу, поговорите со священником. В наше время это не так просто, чтобы ежедневно причащаться. Это довольно непростое дело. Это очень непростое. Потому что даже священники, которым приходится иногда вот целую неделю служить, они жалуются на что? Что уже как трудно сохранить вот то благоговение, тот страх Божий, который требуется от человека для принятия причастия. Привыкание наступает! Вот вы знаете, какая беда? Первый раз человек в алтарь входит, ой, весь, а потом, если за ним никто не смит, носится, как, я не знаю, как угорелый по алтарю и забыл, где он находится уже, так и в отношении причастия тоже, да избавит Бог, чтобы привыкнуть к этому. Понебраться с причастием – это ужасная вещь, почему апостол Павел предупреждает и говорит, кто ест или пьёт недостойно, суд себе ест или пьёт. Вот, оказывается, как? Оттого многие болеют и умирают, вы подумайте, от чего умирают? Недостойно причащаются. Поэтому человек должен очень следить с собой, не теряется ли вот это благоговение, не теряется ли страх Божий, не теряется ли ощущение своих грехов и искренность покаяния, и если теряется, обожди, потому что не фактом причащения мы спасаемся, а своим состоянием правильным, когда мы принимаем причастие, спасаемся. Повторяю ещё раз слова апостола Павла, ой, какие грозные! Оттого многие из вас болеют и умирают. Вот, а в отношении того, как относиться к правилам, поговорите со священником, я думаю, что он вам даст соответствующий совет. Я тут не буду касаться. От того же человека только посерьёзнее вопрос. Как вы относитесь к глобализации, электронному паспортам, тотальному контролю и манипулированным человеческим сознанием? По-моему, у нас в церкви две крайности. Либо ничего страшного, исполняй заповеди и спасёшься, но ведь цель внедрения этих устройств, подавления воли и управления сознанием, что приведёт к зомбированию. И невозможно же служить двум господам. Либо люди от всего отказываются, а любви-то за то, за такими людьми не замечаешь. Вы знаете, что где-то идёт процесс. Если вы это знаете, вот мне предлагают, я могу это отвергнуть или принять. А это идёт общий процесс глобализации. Общий. Создаётся общая мировая атмосфера. Эта манипуляция сознанием захватывает всё больше и больше масса населения. Вот в чём дело-то. Поэтому церковь призывает, если ты хочешь, хотя бы каким-то образом внутренне противостоять этому, постарайся жить так, как положено жить христианину. И тогда ты увидишь возможность противостояния этому. Мы всё время под противостоянием чисто внешне. Вот паспорт не возьму и носится. Паспорт не взял, а сам по всем носится, давай милостерой просить. Да разве в этом дело? Да, Антония Великого оклейте всего шестёрками, и он останется Антонием Великим. Дело не же во внешней стороне, а в нашем душевном состоянии. Поэтому, если действительно мы постараемся жить по-христиански, то эта манипуляция сознанием в той же степени не коснётся нашего сознания. И хотя бы все уже шли, прям бежали к этому принятию будущего Антихриста, этот человек останется неприкосновенным. Вот где внутри человека должен проходить процесс. А мы всё время внешние только у нас. Как будто нас это внешнее определяет это наше состояние. Царство Божие внутри нас есть, и ад точно там же находится. Вот зачем надо следить внимательно. Если бы Россия на всех уровнях стала настоящим оплотом защиты православных ценностей, как вы думаете, она направляла бы ... Вот, здесь даже я запутался. Мало благодати. Она направляла бы Гагарину в страны садамии на нанесённый конкурс. ... Ну, я вам расскажу один случай, может, это будет лучше даже. Я его часто рассказываю в лекции, как замечательный случай. Одна же в Византии в VII, нет, в VI веке, по-моему, в VI веке, да, был совершён государственный переворот, и власть захватил один действительно по-настоящему негодяй, очень жестокий человек. Он бесчеловечно казнил императора, на его глазах, кстати, казнил сыновей, знаете как? Костёр огромный разожгли и копьями, копьями, раздетых ногами этих сыновей загнали в костёр. Вообще ужасы творились! И вот один действительно святой подвижник, он молился – Господи, это наша-то страна, наша православная Византия, где столько храмов, золотых крыш и куполов, столько духовенцев и монастырей, все православные, за что же нам-то такое? Вы слышите, кто мы? И под утро ему был голос, голос, от которого он едва в обморок не упал, искал худшего, но не нашёл. И понял он, я смотрю на эту чисто внешнюю сторону, а не вижу душ человеческих. А Господь-то видит, в каком состоянии находится православие и православный народ, и увидел, что, может быть, хотя бы это лекарство, горькое, сильное лекарство, эта операция, может быть, она хоть немножко отрезвит православный народ от своего мнения о своём православии. Так и здесь. Все время говорим Россия, Россия, Россия. Каждый человек – это Россия. У Достоевского великолепные есть слова. Один отвечает, или лучше сказать, виновен за всех. И все виновны за одного. Мы, знаете, когда мы грешим, то мы так, ну что мои грехи, какое имеют они значение для всех, правда, у нас сколько миллионов, это ничего. Да? Нет, ошибаемся. Иногда грех одного человека может оказаться роковым для истории. Помните замечательную сказочку? Дедка за репку? Нет. Бабка за репку? Нет. Внучка за бабку? Нет. Жучка за внучку? Опять нет, выдернуть не могут. Кошка за жучку? Никак. И, наконец, помните великая идея какая? мышка за окошку и выдернули репку. Какая глубокая мысль! А мы все занимаемся самооправданием. Что мои грехи? Кто я такой? Тут мы такие смиренные о невозможности просто. Прямо, прямо в рай, прямо в рай, только ножки задирай. Вот до чего смиренные. Оказывается, нет. Вот она российского складывается. Из каждого человека и грехи, как и добрые дела каждого человека, идут на ту или на другую сторону весов. И подчас вот мышка последний миллиграмм, он может уже быть решающим в судьбе нашего народа. Как важно это помнить и не заниматься лже-самооправданием? Как вы относитесь к деятельности священника отца Фёдора Конюхова, путешественника? Я считаю, считаю, ой, вот он услышит, то он просился ко мне приехать, а теперь услышит сейчас, что я скажу и уже всё. Может, не сказать? я понимаю, приветствуя, когда идет человек на геройский поступок, жертвуя собою за людей. А здесь что? А здесь что? Переплыть океан со смертельной угрозой. Это есть не что иное, как уже потенциальный акт самоубийства. священник – это пастырь, который все силы должен положить на то, чтобы помочь людям, наставить на путь правильной жизни. А здесь рукоположили, что? По морям, по океанам. Ай-ай-ай! Очень печально, я вам скажу, но прошу вас не говорить ему об этом. Уважаемый Алексей Ильич, ранее отцы и иноки пустынь и от золота бежали. Иные архиереи с удовольствием конверты берут. Вопрос. А может, где-то логика скрывается? Если можно, прокомментируйте. Ну уж, отец, ну надо бы не читать такие вопросы-то, но... Алексеевич, вы совсем забыли уже Гоголя. Вот. Помните, как там был что-то, господа, нечёткое перо. Помните? А вы забыли про нечёткое перо и такие вещи говорите. Всё по-честному. Да, всё по-честному. Вот так оно и бывает. Я вам скажу. Вот идут эти рассказы, разговоры, возможно, что и берут. И вы не знаете даже, по какой причине берут. Архиерей не имеет права, знаете, когда брать? Когда есть, и говорит, Владыка, я вот хочу быть священником. Вот вам конвертик. Вот тогда, если архиерей возьмёт этот конвертик, он совершает преступление. Преступление, за которое наказывается, наказывается, это называется грехсимонии. Вот, купить себе сам. Или когда получше приход. Такое может быть? Может быть, и может. Всё это может быть. Но очень часто архиереям дают ещё какие конвертики. Он даже подчас и не раскрывает этого конвертика, а ему нужно вот там, вот здесь. Он знает, если сейчас он не даст денег вот туда, всё, закроется приход. Всё. Потому что надо немедленно крышу покрыть. А то вообще может храм построить. Поэтому, знаете, мы не зная, сразу начинаем говорить. Да, конвертики, да, ну что же. Но надо посмотреть, почему, для какой цели, что это делается. Это не надо забывать. Почему Господь сказал, не судите, да не судим и будете. И пока мы не знаем, лучше уж надо просто помолчать. Берут, да, дают, да, верно. А зачем? Для чего? Кому? Почему? Ну что вы! Мы же так привыкли к этим, вы знаете, по радио, телевидению, прямыми, это взятки, взятки и взятки. А что архиерею-то взятка? Что ему надо-то? Он монах, он один. Ну что ему, ну пять метров сделает себе. А дальше-то куда? Поэтому не думайте, что всё это вот так очень легкомысленно мы, так уж легкомысленно. Вы вообще чувствуете, как в наших душах живёт это какое-то, знаете, зло. Мы так и хотим, чтобы кто-то увидеть, как он плохо делает, и радуемся. Уже если архиереи так, то уж нам тем более. Вот, правда же? Мы тогда можем, поэтому припишем ему, он берёт, и мы в десять раз больше возьмём. Ура! Вот так. При каких условиях исповедь недействительна, если не читается разрешительная молитва? Исповедь – это как, это тоже таинство, помните, о котором мы говорили? Это священное действие, при котором читают определённые молитвы и так далее. Но исповедь – это же есть покаяние, и Бог видит человека, кается он или отчитывается о проделанных грехах. Правда, разница большая? Подошёл, листочек принёс, батюшка – тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Слава тебе, Господи, отчитался! Вот беда-то какая самая страшная, когда вместо покаяния мы отчитываемся. И во что это превращается тогда? И потом эта практика стала писать, писать. На тебе, батюшка, я пока на рынок там схожу, ты почитай мои грехи. Ну, что это такое? Если есть покаяние, так скажи о самом главном. Если мы хотим, начнём перечислять все свои грехи, то и во веки веков нам не хватит времени, потому что нас минуты не проходит без греха. Поэтому и советуют, и говорят, что на исповедь нужно выносить только самое основное, о чём говорит сама совесть, кричит, выпьёт. Вот это сказал и всё. И тем более не надо превращать исповедь в какие-то рассуждения. Когда подходит, начинает, знаете ли, свою биографию рассказывать. В общем, превращает исповедь в какой-то, знаете ли, разговор. Какое ж тут таинство покаяния? Вместо того, чтобы действительно сказать, вот обманул, вот украл, вот ещё что-то сказал, вот прошу прощения, прошу помолиться за меня. Тогда и молитву человек получит. А в отношении разрешительной молитвы, это уже, вы знаете, это надо каждый раз, нужно думать, в чём причина вот такой общей форме отвечать невозможно. Почему священник не прочитал разрешительную молитву? Да может, никакого покаяния не было. Вы знаете, один случай на глазах произошёл, тоже это в лавре. Подошёл только, чтобы молоденького руку положили, ему не знаю. Так, молоденький, и к нему подходит очень почтенного возраста мужчина. И, так, и этот батюшка спрашивает, так, ну, называйте, какие у вас грехи? Я грешен, ты сам грешен, ты что? Этот бедный батюшка молоденький дунул в алтарь, оттуда приходит и говорит, прощаю, разрешаю, давайте. Ну, тот довольный, пошёл. Всё, разрешительную молитву получил. Да, вот нам всё так, книжку форму соблюсти. Сейчас много идёт разговоров о ваших исследованиях святоотеческих трудов, в которых вам открылись две равные линии отцов по некоторым предметам веры. А. В какой из линий действовал Дух Святой? И Б. Не ведёт ли ваше понимание двух линий слова-скриптура к конечной степени, то есть к протестантизму? Вы знаете, в древнем мире была такая практика, по крайней мере, у римлян. Отправляются там войско, там сражения, и гонец скачет. Гонец объявляет результаты. Хороший результат гонца награждают. Плохой результат казнят. Спрашивают, а при чём тут гонец-то? Гонец тут при чём же? Он только вестник! Так и здесь то же самое. Вы знаете, любопытная какая вещь, что в наших учебниках учебника догматического богословия и во многих других нигде не приводится ни одной святоотеческой цитаты, где бы говорилось о том, что Господь действительно это спаситель всех человеков, а их, оказывается, множество. Почему не приводится? Ну, я так полагаю, а что вдруг скажешь, что человек, в конце концов, спасутся все? И люди скажут, ура! Спасётся все, будем жить, как хотим. Может быть, по этой причине, но факт именно факт таком. И нигде ни одной цитаты об этом сколько святых пишут? Василий Великий, Григорий Богослов, Афанасий Великий, Григорий Низкий, Ефрем Сирин, Исаак Сирин, Иоанн Лесичек, Максим Исповедник. Сколько святых! И вот этот глупый Осипов взял эти цитаты, собрал и написал. Смотрите, что они пишут. С точными ссылками на их произведения точными ссылками. И сказал такое он Осипу. Говорит, поскольку пишут об этом не кто-нибудь, а святые люди, но пишут и о вечных муках. Кто пишет? Святые люди. И там, и здесь. Здесь, если мы коснёмся богослужения, опять то же самое. Все наши гнезд спасения миру ввысь. Как миру? Христос воскресе смертью смерть попрал. Какую смерть попрал? В наших богослужебных книгах и то, и другое говорится. Вот скажите, вот вопрос, перед которым сознание остановилось. Как же быть? Как же быть? Где же истина? И вот этот человек, этот профессор Россифилл, он сказал так. Мы должны быть объективны и честны до богослужебных наших книг, особенно кто их, и возьмите, воскресные богослужения. Святые отцы пишут и то, и другое. Вывод. И вот он делает такой вывод. Значит, это некая тайна, которые нам, видимо, или невозможно выразить, или неполезно, может быть, выразить до конца, потому что находим и то, и другое. Но, поскольку множество таких великих отцов, никаких не будет, я говорю, Василий Великий, что вы, Григорий Богослов, Анасий Великий и так далее, поскольку целый ряд отцов об этом пишут прямо, называя эти вещи своими именами, следовательно, следовательно, мы имеем дело с тем, что в науке считается так, две теории в отношении того факта, который до сих пор мы пока не можем однозначно объяснить. Дальнейший вывод? У нас остаётся надежда, что оказывается, мы стоим перед каким лицом? Вы знаете ведь, что в учебниках написано? Спасутся только православные праведники. Сколько их? А миллиарды и миллиарды людей, о которых Бог знал, когда творил мир, все пойдут на вечные мучения. вопрос? Да, неужели Бог любовь и Он творил, Он знал, что эти миллиарды пойдут, значит, сотворил их для вечных мучений? Вопрос, не правда ли? Ну, конечно! Так вот, отсюда этот профессор просьба и делает такой вывод. Да, есть две линии отцов, которые нам свидетельствуют о том и о другом, и, следовательно, мы должны с благоговением отнестись, мы стоим перед некой тайной, но эта тайна, оказывается, оставляет нам луч надежды, что не погибнут наши, вот, в эпоху-то атеизма, не знающие ничего о православии, о христианстве и скончавшиеся не значит, что они обязательно пойдут на вечные бесконечные муки, а что? Оказывается, есть другой взгляд, который говорит, да, мучения будут, и избави Бог от них, от этих мучений, но они всё-таки не бесконечны. Эта надежда остаётся как светлый луч в нашем сознании. Сейчас этот вопрос имеет особенно серьёзное значение перед лицом тех нападок, которые идут на христианство. Я не знаю, вы знаете или нет, даже чисто физически, физически я говорю, каждые пять минут, пять минут погибает христианин за веру. Слышите? Каждые пять минут. Это говорит статистика, но это что? Это физически даже. А что происходит в области идейном? Какие кощунства, безобразнейшие кощунства, которые совершаются над христианскими святынями? Когда говорят о Христе, Его Матери, Деви Марии, о святых, идёт буквально какая-то глобальная, глобальная борьба с христианством. Мы возвращаемся буквально к первому столетию, когда было гонение на христианство, так и сейчас. И поэтому в наше время, когда мы стоим перед лицом такого явления, то мы должны быть особенно осторожны и да избавит Бог от фанатизма. Мы только спасёмся! Кто это? Мы! Кто праведник? Встаньте, пожалуйста! Ни одного нет! Погибнут все неправедники, даже и христиане хотя бы, а миллиарды! Поэтому обвиняют нас, знаете, в чём? Говорят, христианство предлагает нам какую-то мрачную эсхатологию! Да какую? Не просто миллиарды людей, а сотни миллионов детей даже, которые были не христианами, оказывается, и они даже будут мучиться вечно! Поэтому сейчас, как никогда, надо показать нет, однозначного ответа нет! Нет! Целый ряд величайших святых церквей пишут о том, пишут о другом и о другом! И вот этот луч надежды мы должны, конечно, сохранять! Сейчас очень много людей, особенно подростков, ведут алкогольный образ жизни. Как спастись от этого и встать на правильный образ жизни? Вот всё время, всё время мы, знаете ли, что нам делать с нашими детьми? Что нам делать с нашими подростками? И я всё жду терпеливо, с великим святым терпением, когда, наконец, услышу вопрос, скажите, что нам делать с самими собой? Никогда! Всё наши дети! Откуда это яблочки падают? Такие хорошие яблоньки! А яблоки горькие! Что случилось такое? Мы же ведём малохристианский образ жизни! Мы не знаем совершенно православие! Мы ничего не... А православие превратили в одну обрядность только! Одна обрядность! Вместо действительно искреннего покаяния, искреннего стремления жить по заповедям Евангелия, нам главное отметиться в воскресные дни или великие праздники в храме, поставить свечку, вот так, подать записки. И в этом христианство состоит. Да ещё на Масленицу устроить что? Устроить Масленицу! Это же, знаете, что такое? Переход от мясоеда к Великому посту! Переходный период! Так, а здесь что у нас? Во всю Масленицу дадим! Мы не христиане, мы язычники! Ура! Вот что делаем! Превращаем во что христианство! Поэтому не удивляйтесь! Не удивляйтесь! Дети воспитываются в этой атмосфере! Они же видят, что мы даже молиться не умеем! Вместо молитвы мы вычитываем молитвы! Вычитываем! А кто умеет молиться? О, есть ли бы кто научился молиться! Он бы тогда понял и детей стал бы учить молиться! Надо же запомнить, что там, где нет внимания к словам молитвы, где нет благоговения, нет покаяния, там нет молитвы! И нечего заниматься самообманом! Надо сказать, я не помолился! Я уже смеюсь и говорю, что в Академии профессора только присутствуют за богослужением! Батюшки только совершают богослужение! Студенты только поют во время богослужения! Народ только мечтает за богослужением! А кто же молится? А святые и ангелы! Они молятся! А нам-то зачем? Вот так! А религии нет без молитвы! Там, где нет молитвы, там нет религии! Потому что только в молитве, в молитве покаяния, только мы действительно, наша душа, хотя немного, соединяется с Духом Божественным! Вот когда происходит хотя некое очищение души, А если мы всю жизнь не молимся, а только присутствуем, тогда что от нас остаётся? Такие же и дети тогда у нас бывают! Пора взяться за самих себя! Тогда, наверное, и дети наши будут подобны нам! А поклонение Богу Духом и Истинною. Как понять простым людям на житейском примере? На житейском примере-то нужно, может быть, кто-нибудь сейчас что-то и предложит, но понять-то это несложно. Духом сказано и истину. Истинно и понятно, хотя бы вот если в самом элементарном уровне, в самом простом – поклоняться Богу. Что значит истинно? Бог может присутствовать только в том человеке, до которой следует истине – не лжёт, не лукавит, не лицемерит, не обманывает и так далее. Хотя бы. А Духом, то есть то, о чём мы говорили с самого начала, что нужно постараться, постараться своё сердце всячески избавлять от всяких пакостей, которые приходят нам. Дух вот этот нужно очищать, делать его чистым. То, о чём сказал Господь – блаженны чистые сердцем. Вот это о чём идёт речь. То есть стараться жить по христианским заповедям. Это и есть. Ещё один вопрос, последний. Очень некомфортно чувствую себя в церкви. Хочется побыстрее оттуда уйти. Как мне быть? Очень переживаю из-за этого. Душа болит. Ну, вы знаете, вы поговорите. Для того, чтобы ответить на такой вопрос, надо знать, по какой причине. Что там происходит в церкви? Поговорить со священником. Я думаю, что он вам с удовольствием ответит, в чём дело. Вообще, скажу вам, мы тратим огромное количество времени впустую, когда ходим каждый раз в храм и стоим там, стоим, не молясь, а только мечтая. Надо использовать это время. Максимально использовать время. И вот советую же, мудрые, святые отцы советуют, как использовать? Как использовать? Предлагают каждому человеку совершать хотя бы маленькую такую краткую молитву. Господи Иисусе Христе, помилуй меня! Может быть, во время этой молитвы не рассеется человек. Я не рассеюсь, может быть. Со всем вниманием и благоговением Господи Иисусе Христе, помилуй меня! И как можно больше, как можно чаще надо приучать себя сознательно, прям сознательно, вот, начиная с завтрашнего дня. Желаю вам всем Божьей помощи во всех наших делах! Спасибо! Спасибо.